итак всем доброе утро всем доброе утро шалом доброе утро бона бона бонжорно бонжорно вот так вот бонжорно на итальянском доброе утро хорошо дорогие друзья кто сегодня в студии кто пришел 1 марина шувалова пришла 1 шалом влад косов влад косов виталий величка шалом благословенный всем мир доброе утро доброе утром наталья ратнер лилия бирман отлично наташа было все у нас все постоянные наши постоянные слушатели изучаем продолжаем изучать продолжаем изучать притчи царя соломона сейчас секундочку да все все и так значит борис маляров все всем доброе утро мы продолжаем и так у нас 22 глава 22 глава и мы продолжаем изучать продолжаем изучать 20 сейчас у нас 28 отрывок значит 28 отрывок он звучит так значит аль тасек гвуль олам ашер асу авусейха а вот эхо значит не передвигай границу мира которую делали твои отцы которые сделали твои отцы значит это очень об этом написано также в торе интересно что по торе по торе когда вот евреи пришли в землю израиля то разделили всю землю между семьями между семьями у каждой семьи был на дел земли и каждый каждый получается седьмой год каждый седьмой год по торе прощались долги то есть если например кто-то был кому-то должен деньги какие-то да то на седьмой год это долг прощался денежный долг а если человек отдал землю например в аренду кому-то или продал кому-то то эта земля возвращалась семью владельца на пятидесятый год и нельзя было эти границы нельзя было эти границы двигать то есть вот этим образом почему-то бог установил что должно быть у каждого человека кусочек его земли и вот он принадлежит ему его семье как-то это почему-то очень важно да очень важно интересно что бог так раз разделил вторе есть в еврейском народе есть 33 можно сказать не три класса три различных части различные составляющие значит есть есть просто еврей израэль до израэль это это тот кто принадлежит народу израиля тот у кого мама еврейка он значит по рождению он принадлежит народу израиля так так установлено и любой человек любой человек он может ну практически любой человек там есть исключения небольшие какие-то древние народы которые там кто-то был в третьем поколении мог зайти кто-то в десятом значит кто еще не может зайти в народ израиля я не помню вот с мамзерами там что-то связано но фактом что любой человек который принимает на себя тору соблюдать заповеди торы любой человек может стать евреем то есть принадлежать народу израиля теперь значит народ израиля народе израиля есть люди которые выполняют тору и есть которые не выполняют тору значит если человек не выполняет тору он остается евреем но грешником то есть грешника в зависимости от степени невыполнения заповеди да там есть грешники его разных категорий теперь есть также в народе израиля есть колено левитов то есть было такое специальное колено одной из 12 колен из 12 родов они были колено священников то есть То есть они служили в храме, из него из этого колена был Мошерабен у Моисея, его брат Аарон были из этого колена. И они, это колено, оно как бы такое святое, они не имели земельного надела. То есть колено Леви, они находились между всеми евреями, и они были такие священнослужители, так они и были. То есть им отдавали десятую часть урожая, и они, значит, левиты, то есть были святые, внутри народа Израиля они обладали особой святостью. Левитом можно стать только если ты родился в семье левитов, то есть ты не можешь стать левитом, если ты не левит, никак уже, да? Теперь следующее, следующее есть, внутри колена Леви были потомки Аарона Койна, то есть он был первосвященником, то есть он был самый святой, и он должен был служить от еврейского народа, служить Богу. И вот из, вот эта вот семья Аарон и его сыновья, которые, когда было одарование Тора, они как раз были только Аарон и его сыновья, его внуки уже не были священниками. Им, они стали Койнами, Койн это священник. И вот дальше Аарон и его сыновья, внутри еврейского народа есть еще отдельная такая, как прослоечка, они называются Койны, Койны священники. Тоже ты не можешь стать священником, то есть в эту семью войти ты не можешь, ты можешь только из нее выйти. То есть, если священник женился на женщине, которая нельзя на ней было жениться, там на разведенных им нельзя жениться, на недевственницах им нельзя жениться, то есть, они должны жениться только на девушках, только на еврейках, они не могут жениться на тех, кто приняли иудаизм. Если коин, он женился на запрещенной для него женщине, то уже он коином не может быть. И сейчас есть коины, их может быть там, я не знаю, полпроцента. То есть, вот кто не знает еврейский народ, да, со стороны все евреи, оказывается, внутри есть там три категории. Это как я приехал в Казахстан, а в Казахстане, оказывается, у них есть три рода, старший сын, джусы это называется, есть старший джус, средний джус и младший джус. И они не могут жениться, то есть, они как бы могут, но те, кто соблюдают традиции, не могут. И они знают свою родословную, надо обязательно знать на минимум на семь поколений вперед, они прям знают все фамилии, там, кто, как, где. И даже внутри одного джуса они как-то, они не могут жениться на одной своей семье. То есть, есть, как со стороны смотришь, кажется, все таким куском казахи, а внутри у них, оказывается, есть там три рода, и еще есть еще эти самые, у них есть те, кто от Чиндисхана, Чиндизиды, которые от Чиндисхана ведут род. А у евреев еще есть царский род, царский род это род от царя Давида, то есть, потомки царя Давида, только они, потомки царя Давида, могут стать царями, и Машеах, Мессия, да, то, что ждут Машеах, он будет из рода царя Давида, он обязательно должен быть из этого рода, тоже, если ты из рода царя Давида, то да, если нет, то нет. Кстати, интересно, что мы сейчас живем, вот почему говорят, что мы сейчас живем в поколении, которое прямо перед приходом Машеаха. Вот сейчас уже подошли анализы к тому, что можно по ДНК абсолютно узнать, откуда, что, как. Я уверен, что буквально осталось там несколько, может быть, месяцев или лет максимум, до 10 лет, когда точно можно будет любого человека взять анализ и точно проследить всю его родословную, все поколения, кто он, откуда, и найти точно, кто из рода царя Давида, кто не из рода царя Давида, кто коины, кто левиты, кто евреи. Как мне говорили, что в Испании, например, когда проводили генетический анализ испанцев, 20% они на большую часть евреи. Почему? Потому что в Испании, когда было изгнание евреев в 1492 году, то сказали или уходите без ничего, вообще ничего нельзя было с собой взять, только одежду, да. И идти было некуда, потому что, ну, представьте, 1492 год, Испания, куда ты пойдешь, да? Пешком. Или уходите пешком, или принимайте христианство. И ушло 300 тысяч. А евреев тогда жило в Испании больше миллиона. Значит, много очень, которые остались. И они как бы считаются испанцы, но по факту они евреи. И есть народ такой в Афганистане, талибы, 16 миллионов. У талибов, у них у самих предание, что они колено Минаше, которые приняли ислам. То есть, вот скоро, в ближайшие 10 лет, точно будет понятно, кто евреи, кто не евреи, кто из какого рода, кто царь. И прямо все-все-все мы увидим вот в нашем уже поколении, можно так сказать. Теперь в 22 главе, в 28 отрывке говорит царь Соломон, уважай обычаи прошлых лет, то есть не передвигай границ мира, которые провели твои отцы. В то время, вот мы сейчас живем в очень таком запутанном мире, какая-то постоянная информация, все куда-то бегут, зачем-то бегут, куда-то стремятся. То есть, человеком руководят информационные пуштуны, пуштуны, не талибы, правильно, пуштуны. Спасибо, Максим подсказал, вот пуштуны их зовут, этот народ, да. Так вот, значит, в наше время мы, вы видите, как, что происходит, да. То есть, я сижу в Риме, 52 человека сейчас в прямом эфире слушают из разных концов мира, переписываемся, сердечки летают, значит, тут у меня компьютер, тут... То есть, мы живем в мире, когда информация, она совершенно вообще нету границу этой информации. И люди стали другими. То есть, человек же живет в мире, не в реальном мире живет каждый человек, а он живет в информационном мире. И когда в человека заходят прям вот эти вот информационные вихри, одни знания, вторые знания, одна информация, вторая информация, и у человека, то есть, у современного человека, у него происходит полный вообще такой разброс, да, такой сбой, сбой мышления. Почему сбой мышления? Мозг, он не в состоянии обрабатывать такие огромные объемы информации. Ему это не надо было. Представьте, как раньше было. Раньше был человек, там, пастух или земледелец. У него из новостей в жизни только там 4 новости в год. Это вот весна приходит, потом лето приходит, потом осень приходит, потом зима приходит. Вот 4 главных новости. И, в принципе, все. Он больше информационно, он пустой. Он живет в деревне, он живет где-то на хуторе, он с овцами входит по лесу. Какая у него информация? И он был погружен из-за того, что у него было мало входящей информации, он был погружен в свой внутренний мир. А когда он был погружен в свой внутренний мир, у него была очень большая духовность. То есть, то, что сейчас там медитация, например, да, вот медитация, берут деньги человека, и он на неделю уезжает и молчит. Так раньше и так люди неделями молчали, да. И они постоянно находились в состоянии соединения с собой и соединения с духовностью. Потому что, когда тебе нечего кушать, то любой человек начинает молиться. То есть, молиться начинают все, как только вот кушать нечего, опасность какая-то, там самолет начинает вот так трястись, весь самолет начинает молиться. А они раньше жили у них, вот так вот вся жизнь была, да. То есть, на глазах умирали, там, тут бах, чума, унесло. И они все остальные, которые живые, они видят. Человек на сегодня, вот я, например, был за свою жизнь на кладбище, был три или четыре раза. Вот видел людей, которые умирают за мою жизнь. Слава Богу, чтобы и не хочу видеть. А раньше Лев Толстой, например, или Алексей Толстой, по-моему, да, у него из восьми детей он пятеро похоронил. То есть, люди, была детская смертность 50%. То есть, люди все время понимали, насколько жизнь, она краткосрочная. И из-за этого у них была больше тяга к духовности. Но у них была тяга к духовности разная. В общем, что имел в виду царь Соломон в 28-м отрывке? Он имел в виду следующее. Что самый главный закон такой, в котором, почему мы учим Тору, и почему книга Берешит, первая книга Торы, она вообще там нет заповеди практически. Первый закон звучит так. Дела отцов – знак для сыновей. То есть, у нас были святые отцы Авраам, Ицхак и Яков. Это три человека, которые повлияли больше всего на мироздание, на весь мир. То есть, они соединились с Богом, Бог им передал возможность благословлять, двигать. Потом Теавраама – это Ишмаэль. Это весь ислам, вся вот эта вот мусульманская цивилизация. Это пошло от Авраам, его сын Ишмаэль. Дальше Ицхак. От него пошел еврейский народ. И дальше от Ицхака пошел Эйсав. Это вся цивилизация христианская. И Яков – это опять же в него Исраэль пошел народ Израиля. То есть, эти три человека – это люди, которые полностью изменили мир. И мы изучаем их жизнь, мы изучаем их действия. И все, что они установили, нам царь Соломон советует – не передвигай тех границ, которые они установили. Как надо действовать, как надо себя вести, как надо жить, что такое правда, что такое хорошо, что такое плохо. Всякие вот эти вот вещи. Интересно, когда умирал Яков, он попросил своего сына Юсефа, который был в то время премьер-министр в Египте. Он его попросил, говорит, похорони меня, поклянись мне, что ты похоронишь меня в Израиле. И Юсеф ему сказал одной фразой – сделаю, как ты сказал. И интересно, что вот когда Юсеф сказал – сделаю, как ты сказал, в конце своей жизни он сказал слово в слово своим сыновьям, как сказал ему его отец Яков. Он их позвал и говорит – похороните меня в Израиле тоже. То есть, этой фразой я сделаю, как ты сказал. Первое, он сказал – я тебя похороню, где ты меня попросил. Второе, я сделаю точно так же, как ты сказал. Когда придет мне время умирать, я скажу, чтобы меня тоже похоронили в Израиле. То есть, когда есть успешный опыт отцов, когда мы видим, что вот они прожили вот такую жизнь, они были с Богом на связи и так далее, мы, значит, должны, должны мы очень четко соблюдать те обычаи, те установления. То есть, Тора – это не только Тора, то, что записано, это еще и обычаи. Обычаи еврейского народа, которые передавались из поколения в поколение, и которые, интересно, что вот я сейчас смотрю, Рим там, да, 2400 лет назад примерно он возник, 2500 лет назад, 2500 лет назад. Мы изучаем царя Соломона, мудрость, да, царь Соломон написал эту книгу, которую мы изучаем, 2800 лет назад. То есть, уже 2800 лет назад царь Соломон, вот эту вот мудрость, которую мы изучаем, представьте, да, он ей владел, он ей обучал, он построил первый Иерусалимский храм 2800 лет назад, который был там, ну, колоссальной высоты, там, ну, это было чудо света, да, это было уже 2800 лет назад. Рим только за рождение, вот эта вот волчица, которая там, кормила этих братьев по преданию, так эта волчица, это она жила 2500 лет назад. Вот, как бы, древность, Рим, вечный город и так далее, уже Иерусалим был до этого, там, несколько тысяч лет был Иерусалим. Теперь интересно, что я читал сегодня Медраж, как возник Рим, предание, да, предание, и Рим возник, когда царь Соломон, царь Соломон взял себе в жены египетскую царицу. Нельзя было ему так делать, эту принцессу брать египетскую в жены, но он взял, то есть, и в этот момент написано, с неба там копье упало в море, и на этом месте возник вот этот вот сапог, возник сапог Италия, интересно. Хорошо, теперь 29-й отрывок, мы сейчас не будем уходить в историю, нам интересно, что делать сейчас. И 29-й отрывок, вот, один из моих любимых в притчах, который показывает, что делать сейчас. Значит, 29-й отрывок такой, вообще, каждый человек, он, есть мир, о котором он думает. Вот мы сейчас мыслю скакнули 2800 лет назад, потом скакнули 4000 лет назад, Авраам жил 4000 лет назад. То есть, мысль человека, она просто, как сказать, она настолько легкая, она настолько безграничная, она настолько, как Эйнштейн, он мог, представлял, что он сидит на луче света, который двигается прям со скоростью света. То есть, мысль человека, она может двигаться со скоростью света, она может скакнуть на солнце, она может думать о боди, она может думать о прошлом, о настоящем, о будущем, о чем угодно. То есть, мысль человека мелькает вот так. Но человек, он же сидит здесь, он сидит все время в одном месте, где он сидит в своем теле. То есть, тело человека, оно находится здесь и сейчас, и тело человека, оно находится в настоящем времени. И человек пришел в этот мир, человек пришел в этот мир для того, чтобы этот мир преобразовывать. То есть, если бы у Бога был другой план, человек был бы какой-нибудь там, ну, облачком или там, я не знаю, энергетическим всплеском. Человек, раз он вот такой, какой он есть, значит, у него есть руки, у него есть ноги, он рождается, он доходит там к 20 годам, до какого-то уже возраста взрослого. Потом он работает где-то лет до 60, до 70, он 40 лет больше час своей жизни, он работает. Так теперь, значит, понятно, в этом есть смысл. То есть, в этом есть смысл. И каждый человек, он, если он нашел вот этот вот смысл в своем нахождении в этом мире, он реализовал свой потенциал. То есть, если он нашел то дело, ради которого он создан был, говорят, что у каждого человека, и мы это учили, вот Мишли, даже в этой же главе недельной, мы учили, что То есть, обучай подростка по его пути, значит, есть какой-то путь у подростка. И когда он состарится, он с этого пути не свернет. То есть, у каждого человека есть какой-то путь, и можно сказать, что он для этого создан, у него есть к чему-то талант. Теперь 29-й отрывок, он нам говорит, каким образом, как реализоваться, да, как реализоваться в этом мире. Ну, хорошо, если тебя умные люди нашли твой путь, пока ты был подростком, и тебя в нем, в этом пути воспитали. Это идеальный вариант, когда предыдущее поколение обладает достаточной мудростью, чтобы помочь следующему поколению выявить свой талант и заставить его идти по этому пути, потому что подросток, он, по сути своей, мы учили, он разболтанный, и его надо именно лиханех, его нужно воспитать, его нужно поставить в рамочке, да, в татье. А если этого не сделали, так что нам остается? Остается нам 29-й отрывок, 22-й главы, в которой написано так. Хазита иш маир бэмлахто, если ты увидишь человека быстрого в своей работе, маир бэмлахто, лихней млахим и тьяцев, будет он стоять перед царями, в илой тьяцев лихней хашухим. Хашухим. Значит, не будет он стоять перед людьми темными. Что значит перед людьми темными он не будет стоять, и что значит он будет стоять перед царями? Значит, человек, он, вот допустим, ему сейчас 30 лет, или 40 лет, или даже ему 50 лет. Это вообще абсолютно не важно, сколько ему сейчас лет, если он находит одно дело, и он в этом деле становится маир бэмлахто, быстрый в своей работе. То есть нужно найти какое-то дело, в котором, если ты в этом деле начнешь совершенствоваться, особенно в наше время мы живем сейчас, в то время, когда предыдущий опыт уже не имеет большого значения. Все меняется. Меняется не просто быстро, а очень быстро. Поэтому сейчас самое главное быть быстрым в своей работе. Что значит быть быстрым в своей работе? Это учиться и действовать. Учиться и действовать. Теперь, если человек быстрый в своей работе, и он становится лучшим, он становится таким крутым мастером, да, настоящим мастером, будет он стоять перед царями. Перед царями он будет стоять, то есть у него будут заказывать люди, у которых есть власть, и не будет он стоять перед темными людьми. Здесь два комментария есть интересных, которые очень... Зачем говорить, будет он стоять перед царями и не будет стоять перед темными людьми. Значит, объясняют это двумя разными способами. Первый способ такой. Интересно вообще, удивительно, что я изучал систему, как продавать, написал даже книгу о продажах, и когда-то я изучил этот отрывок и понял, что мне нужно стать мастером в своей работе очень быстро. И я написал 14 книг. Был год, я написал 3 книги в этот год. И одна из них была «Как продавать». И там есть такая стратегия продаж, когда ты становишься мастером, ты уже не имеешь права просто гоняться за клиентами, за покупателями. Ты просто сообщаешь людям, что ты умеешь, и они должны сами к тебе идти. То есть ты не должен за ними идти. Называется это стратегия убегающего продавца. Ты просто поднимаешь цены, ты крутой мастер, и ты выбираешь с тем работать. И чем тяжелее тебя достигнуть, тем больше ценится твоя работа. Теперь это первое объяснение, что ты не должен сам стоять перед темными людьми. То есть ты выбрал себе, что твоя целевая аудитория – это цари. Все, я продаю только царям. Прям вывеска такая «Продаем царям». Да, и все. То есть ты не царь, все, я с тобой не работаю. Это первое объяснение. Второе объяснение – это он будет стоять перед царями и не будет стоять перед темными людьми. Восприятие царя, человека на уровне, и восприятие темного человека – это разные восприятия. То, что нравится царю, не нравится темному. То, что нравится темному, не нравится царю. То есть есть разные виды работ, разный подход. Совершенно это разная целевая аудитория – цари и темные люди. То есть первое, что если ты уже стал мастером, первое объяснение – ты не продаешь темным. Второе – ты даже не понравишься темным. То есть второе объяснение – что темные они у тебя и не будут покупать, потому что то, что ты делаешь какие-то такие уникальные штучки, темным не надо. Понятно. Теперь есть еще одно объяснение, которое объясняет этот же отрывок вообще по-другому. Если ты будешь человеком, быстрым в своем работе, будешь стоять перед царем. Кто у нас царь, кто главный царь? Это Бог. То есть когда человек, он… Млаха, работа, ради которой человек родился, все равно главная работа – это духовный рост и служение Богу. Потому что есть сперте вот такая мишна, которая звучит так. Айомка царва амлаха меруба. День короток, то есть жизнь коротка. А работа, млаха вот эта, она многочисленная. Вэ паалим ацелим. Паалим – это твое тело, и твое тело, оно ленивое. То есть тело, вот эта вот внутренняя корова, оно не дает тебе работать. Вэ сахар арбе – награда большая. То есть награда – это вечная жизнь. Вэ бааля байт – дохэв. А хозяин дома – это Бог. Он подталкивает. Так звучит перед тебе вот эта мишна. То есть жизнь человека – это просто отрезок между родился и умер. И главная работа – это духовная работа. А как ты за эту жизнь сформируешь свою душу? Теперь, если мы исходим из этого, то если ты видел человека быстрого в своей работе, служении Бога, то он будет стоять перед царями. Что имеется в виду? Что Бог его будет вести по жизненным путям, и у него будет интересная жизнь. Но главное, главное – это быть быстрым в работе перед Богом. Это вообще другое объяснение. То есть первое было объяснение – это как такое материальное бизнес-объяснение. Второе объяснение – это духовное. И человек вот здесь должен выбрать вот эту личную свою границу между духовностью и материальностью. Потому что, как сказал Рабангам Лели, это тоже вторая глава в Пертьевод, что прекрасно совмещать изучение Торы с работой. Но на первом месте должно быть все равно изучение Торы. И если ты будешь быстрый в этой работе, в изучении Торы, тогда Бог тебе даст удачу во всех делах, и ты будешь стоять перед царями. То есть вот такой вот один отрывок, но в нем есть столько смыслов, таких именно практичных смыслов. Давайте подведем итог. Значит, что понятно? Первое – надо изучать жизнь великих людей. Самые великие люди за историю мира – это были Авраама Вину, Ицхака Вину и Якова Вину. То есть это были три человека про отцы. И мы, вся книга Берешит, мы изучаем их жизнь. Вся книга, первая книга Торы Берешит, мы изучаем жизнь Авраама, Ицхака, Якова. И из этой жизни мы учим вообще, как надо жизнь. И нельзя сдвигать те границы, которые они установили. Второй вывод – это, что нужно быть мастером, нужно быть человеком быстрым в своей работе. И в духовной работе, и в материальной работе. То есть нужно быть быстрым в работе, и будешь ты тогда стоять перед царями, и не будешь стоять перед темными людьми. Как говорил нам царь Соломон в другом месте еще, что все, что делает твоя рука, делай в полную силу. Делай на 100%. Делай так, чтобы прямо, если ты делаешь, вот прямо в самоотдаче 100% и тогда все, что ты делаешь, будет вообще очень круто. Учи Тору на 100% и работай на 100%. Все. И Бог нам даст благословение, потому что главная цель, когда служить Богу, значит Бог дает благословение во всем остальном. Все. Удачи, успехов и хорошего дня. Очень жду ваших выводов. Обязательно напишите три вывода. И эти выводы распространяйте, прямо напишите друзьям, знакомым. И еще было бы классно, если бы вы написали свой отзыв какой-то на странице ВАИКРа. Если она вам помогает, если вам нравится, то, пожалуйста, давайте вместе развивать вот эту вот нашу страницу. Мы хотим дать платформу не только мне. То есть здесь 100 раввинов есть, 100 людей, которые сами уже дошли до Бога с разных сторон. И они хотят сейчас распространять это знание. Давайте им помогать. И с Божьей помощью будет у всех благословение во всех хороших делах. Все. Удачи, успехов. Пока.